Вот здесь вот сейчас господин Гладков высказался, ну ё-моё, ну волосы дыбом встают. Какое, к чёрту матери, наследство? Чем вы недовольны-то? Вам досталась лучшая в мире страна с самой передовой наукой, самой лучшей системой образования здравоохранения, самым грамотным читающим населением, победившая кучу войн и кучу научных прорывов осуществившая. Вы что с этим наследством-то сделали? Ну какая главная ваша задача? Вы же разбазарили всё. Вы раздали своим друзьям-олигархам каждое предприятие. Ну возьмите любого. Ну давайте Дерипаска, Русал. Это что, он что ли построил? Нет, это советские граждане построили под руководством Коммунистической партии Советского Союза. А ну кому сейчас досталось? Другу президента. Господин Потанин, 30 миллиардов долларов, его компания нефтеперерабатывающая. Она что, им что ли создана? Нет. Это украдено у народа вашей партии. Это самое настоящее ОПГ. Скажите, пожалуйста, вы тут что-то решаете? Что вы нарешали-то в итоге? У вас каждый четвёртый ребёнок в России за чертой бедности живёт. Голодают люди. У вас 50% населения на доходы ниже 15 тысяч живут. Решают они. 70%? Две трети граждан живут на доходы меньше 25 тысяч. Решалы. Когда вы говорите о достижениях, коррупции ваши достижения, прорывы. Что мы одна из самых коррумпированных стран мира. Потери в промышленности больше, чем после окончания Великой Отечественной войны. Вот ваши итоги достижения. О них говорите. Мы первое место в мире по заболеваниям от сердечно-сосудистых заболеваний. Что вы этим не хвастаетесь, а? У нас первое место в мире по смертности от туберкулёза. Вообще понимаете, что такое туберкулёз? Вы отдаёте отчёт, что в 91-м году его почти победили. Вы сейчас расплодили десятки тысяч человек, заболели заново. Вот ваши итоги. Мы лидирующее место по заболеваниям ВИЧ в мире имеем. Это эпидемия. Почему вы об этом не говорите? Или вы здесь ни при чём? Или это Америка опять виновата у вас, а? Наследство вам хреновое досталось? Бессовестные люди. Вы всё растащили и разворовали. И каждый день все свои силы подчиняете, чтобы доворовать то, что осталось. Сибирь спилили, в Китай вывезли. Ядерные отходы из Германии сюда завезли. Вы что об этом не говорите сейчас, а? Вы почему сейчас об этом не говорите? Наследство вам фиговое досталось? У вас сколько коммунистов виноваты будут? Ещё 50 лет пройдёт, всё коммунисты что ли виноваты? Тут был один председатель думы, господин, забыл как его фамилия, Кузьмин. Он говорил, плохо коммунисты трубы кладут. Через 40 лет начали прорываться. Вы понимаете уровень безумия, который вы здесь сеете? Да люди, когда это слышат, у них глаза кровью наливаются. У них одно желание сразу, чувство справедливости. Они хотят прийти вам всем по шапке надавать. Да, пока они не объединились. Да, пока, наверное, точка кипения не пришла. Но вы семимильными шагами к этому народ ведёте.